Здравствуйте! Вы смотрите передачу «Об этом стоит узнать». И я очень рад, что в нашу студию накануне Дня Знаний пришел благочинный церквей Одинцовского округа Московской епархии, священник Игорь Нагайцев. Батюшка, здравствуйте! Добрый вечер! И сегодня наш разговор пойдет в первую очередь о вопросах, связанных с образованием. Как обычно, во время совместной с благочинным программы мы работаем в прямом эфире. Наш студийный номер прежний – 495-508-8684. Вы можете позвонить и напрямую пообщаться с нашим сегодняшним гостем. Также можете звонить, если у вас есть какие-то соображения по поводу того, как лучше, легче, проще может быть и эффективнее воспитывать современное подрастающее поколение. Ну а первый вопрос, батюшка, задам я. И он не будет связан с образованием, он будет связан с тем, что хотелось бы в нескольких словах услышать о том, как прошли летние месяцы для Одинцовского благочиния, какими событиями наиболее важными они были наполнены, и насколько насыщенным был этот период. Ну, несмотря на то, что, казалось бы, летние месяцы, они в большей степени всегда являются месяцами отдыха, но, тем не менее, жизнь не замирала и в эти летние месяца, потому что произошло много достаточно событий, с которыми действительно хочется поделиться с нашими телезрителями. Это, конечно же, и выпускные вечера, которые проходили в муниципальных школах, проходили они и православные гимназии, которые расположены на территории Одинцовского муниципального района. Это всевозможные поездки и в Задонск, и в Воронеж. То есть мы постарались, вот это благоприятное время, погодные условия, реализовать те поездки, которые планировались в течение года. Мы вывозили и детей, и их родителей, пытались им показать не только монастыри, храмы, какие-то архитектурные особенности, памятники, но и пытались просто сделать так, чтобы дети и родители смогли в этой поездке пообщаться друг с другом, потому что, к сожалению, у родителей не всегда на это есть время. И вот такие семейные поездки проходили практически по одной-две поездки каждую неделю. Их организовывали разные храмы. Это был и Успенский храм села Успенское, и Георгиевский собор, и храмы Голицына, и Гремнинский храм города Одинцова, и Успенский храм, и даже провели два велопровега. То есть в такой форме познакомили детей и родителей с храмами Денисовского района. Велопровег состоялся от Георгиевского собора в сторону Спасского храма села Усова. Приняло участие достаточно большое количество и родителей, и детей. Также были и пешие маршруты, когда по Подушкинскому лесу проходила прогулка. И, конечно же, это была не просто прогулка, но в том числе и беседа с родителями. И их детьми, и родители в такой непринужденной установке могли поговорить со священником, услышать какие-то ответы на интересующие их вопросы. И мне кажется, что все эти события дали возможность хоть немножко, но сплотиться родителям с своими детьми, понять, что же ждут от них дети. И, конечно же, родители, наверное, понимая эти чаяния, которые высказывают дети, я думаю, что в последующем обратят на это более пристальное внимание. Из событий главных, конечно же, 17 июля, в День памяти святых стратотерцев царственных, прошло архиерейское богослужение в Знаменском храме села Знаменска. Ее совершил викарий Московской епархии, епископ Константин. Пришло достаточно большое количество людей на этот праздник, праздник, посвященный, казалось бы, мученицкой кончине, но, тем не менее, на этом празднике, который открылся в Божественной Литургии, воспоминались и те благие деяния, которые совершили император и его семья. Восемнались и их приближенные, которые пострадали вместе с ними. Владык Константин посетил и православную гимназию, которая находится на территории храма. Также за летний месяц прошла донорская акция, когда все желающие могли прийти в приходской центр Гремницкого храма для того, чтобы сдать кровь для детей, страдающих различными заболеваниями. Акция тоже была поддержана жителям Венецовского района. Пришло достаточно много людей, соблюдались все требования, необходимые для забора крови. Также выдавались тем, кто сдавал кровь, необходимые документы для получения выходного дня. То есть все, что необходимо было соблюсти с точки зрения закона, было соблюдено. И действительно, люди, которые приходили на эту акцию, они благодарили за такую возможность. Она проходит уже не первый раз, но в этом году она получила такое достаточно широкое распространение. Конечно же, уже в августе началась подготовка к новому учебному году и в воскрешенных школах, и в школах общеобразовательных. И, конечно же, духовенство Венецовского логочения очень активно в этом участвовало. Вот совсем недавно, недалеко как вчера, прошло заседание Совета. Совет этот был создан совсем недавно. И он в себя включает наиболее активных директоров школ, а также заведующих детских садов и представителей духовенства. И вот на этой площадке мы всегда теперь можем обговорить те детали и те какие-то возможные мероприятия, которые мы можем проводить вместе для более качественного воспитания подрастающего поколения, для того, чтобы нам координировать свои действия. Потому что в этом отношении Одинцовский район считается уникальным районом, потому что в Одинцовском районе за каждой школой сгреблен священнослужитель, который приходит туда и на 1 сентября, и по приглашению директора школы. Такая же работа сейчас начинается и в детских садах. И это не наше даже, может быть, желание, это желание родителей, потому что они понимают, что без определенного духовного багажа, не просто знаний, а духовного багажа, в современном обществе очень трудно воспитать достойного гражданина, достойного человека. И вообще само слово «воспитание», корень «питать» не только пищей, так и телесной, но и духовной. Это тоже так же важно, как и питание, скажем так, необходимое тело. Интересно. Батюшка, ну и хотелось бы, чтобы вы в нескольких словах рассказали о том, как проходило празднование одного из самых главных двунадесятых праздников Православной Церкви, праздник Успения Пресвятой Богородицы, который прошел 28 августа. Ну, вообще, конечно, скажем так, несколько нелогично с точки зрения светского, обычного, невоцерковленного человека, да, Успение — это переход в мир иной, смерть, попросту говоря, да, и праздник. То есть, казалось бы, два таких слова несовместимых, тем не менее, вот, совмещаются. Вы знаете, в церковной традиции все-таки даже смерть, скажем так, это не есть конец нашей жизни, да, это есть некий переход к той жизни, к которой призван каждый человек, к жизни вечной. В отношении праздника Успения Пресвятой Богородицы мы употребляем именно в виде слова «успение», потому что по преданию Пресвятая Богородица, даже после того, как была похоронена в пещере, после того, как пещеру закрыли, не нашли ее тело, и потом сама Пресвятая Богородица явилась апостолом, и они поняли, что она вместе с телом была вознесена на небо. И, конечно же, мы здесь понимаем, что мы приобрели такую заступницу, весь род человеческий приобрел перед Богом, такую заступницу, которая молится за весь человеческий род предпрестолом Бога Всевышнего. Конечно же, это нам дает и упование, и надежду, да, что наши молитвы будут услышаны, мы обращаемся ежедневно к Пресвятой Богородице, мы говорим к Пресвятой Богородице «Спаси нас», да, когда родители молятся у иконы Пресвятой Богородицы о заступничестве за своих детей, и уверен, что такая молитва всегда будет услышана родителями, потому что действительно молитва родителей за своих детей это наиболее сердечная молитва, которую, наверное, нельзя ни с чем сравнить, потому что каждый родитель любит своего ребенка, наверное, больше всего. И, конечно же, когда он выражает эту любовь через молитву, Господь, Пресвятая Богородица, слышит человека, и, безусловно, всегда откликнется и поможет. — То есть в этой любви первой после Бога, скажем так, да? По силе любви. Ну что ж, и теперь к вопросу образования, собственно. В светских школах заканчиваются летние каникулы, начинается учебный год, и мне бы хотелось, чтобы вы в нескольких словах остановились на том, как организованы все-таки учебные процессы в воскресных школах. Там тоже закончились летние каникулы, там тоже начинается учебный год. Есть ли вообще каникулы в воскресных школах? Вот в нескольких словах, чтобы наши телезрители понимали, для чего нужна воскресная школа, и понимали, что стоит, наверное, подумать о том, чтобы определить свое чадо туда. — Воскресная школа, вы знаете, она так называется, наверное, исходя из того дня, когда все приходят на занятия, как правило, воскресенье, после божественной литургии, приходят дети, приходят уже подростки, и приходят даже родители. — То есть первый, второй, третий класс — это не про воскресную школу? — Нет, конечно же, потому что там все-таки идет разделение по группам, есть даже школа воскресная для взрослых, когда взрослые приходят для того, чтобы получить какие-либо ответы на свои вопросы. При каждом храме такая школа существует, конечно, ее наполняемость зависит от количества населения вокруг храма, от тех прихожан, которые приходят в храм, но такая школа есть при каждом храме. Туда приходят дети для того, чтобы узнать о Боге, конечно же, прежде всего. Но узнать о Боге не сухим языком истории, сухим языком догматики, потому что, к сожалению, не всем для понимания язык догматики бывает легко. — Для неподготовленного человека, наверное, сложно. — В какой-то игровой форме, в какой-то форме, которую может воспринять ребенок, детям рассказывается о Боге, детям рассказывается о почитании Бога, о почитании родителей. И, конечно же, ребенок, видя и находясь в этой атмосфере, видя эту атмосферу, он потом об этом рассказывает родителям, родители, как правило, тоже начинают интересоваться. Поэтому здесь, знаете, есть такая обратная иногда связь. Иногда родители приводят ребенка в храм, а иногда ребенок, посещая воскресную школу, так много рассказывает родителям о том, что там происходит, что они тоже начинают интересоваться. — В советскую школу именно родители всегда приводят детей, да? А здесь бывает не только так, да, но и наоборот. — Каникулы тоже есть, конечно же, потому что детям надо отдыхать. И учебный год в воскресных школах начинается обычно с октябрями. Потому что большинство детей уже школьного возраста идут в учебные заведения. Для того, чтобы дать возможность немножко адаптироваться в общерознавательной школе, мы начинаем чуть попозже. Это, как правило, с октября месяца. У нас, конечно же, и в этом году будет праздник, посвященный открытию учебного года в воскресных школах Одинцовского района. И, конечно же, мы постараемся его провести на должном уровне, чтобы он всем запомнился так же, как запоминается, первые сентября и первый поход в школу. — Батюшка, ну вот все мы, наверное, те, кто постарше особенно знают выражение, три класса церковно-приходской школы, обычно их применяли к людям слабо образованным в советское время, в богоборческий, скажем так, период. Это с таким юмористическим подтекстом было выражение. Но понятно, что сейчас мы находимся на совершенно другом этапе образовательного процесса, в том числе, который существует и предлагается, православной церковью нашей, ну вот хотелось бы узнать, потому что воскресная школа воскресной школы, насколько я понимаю, вот вы уже, кстати, упомянули о том, что есть и православные учебные заведения, ну, я не знаю, как полного цикла, чтобы назвать. Вот если можно, проведите вот эту грань, чем отличается воскресная школа от, скажем, православной гимназии, и насколько серьезные знания дают уже вот в этих средних учебных заведениях с таким уклоном именно. Ну, конечно же, мы не могли оставаться в стороне от учебного процесса, и начиная с 90-х годов по всей территории Московской области создавались православные гимназии, православные школы. Сегодня их 17 общеобразовательных школ, которые являются или гимназиями, или просто общеобразовательными школами. Одинцовский район богат на православные школы. Вы знаете, что у нас есть школа и Василия Великого, у нас есть православная гимназия Светоч, у нас есть православная школа Знаменская, расположенная в селе Знаменское. И вот в этом году открылась еще одна православная школа, лестница, которая расположена на территории Гременского храма. Это школы, преподавание в которых ведется по программе в ГОС. И, конечно же, чем они принципиально, может быть, отличаются от простой муниципальной школы, что образовательному процессу там посвящается намного больше времени, нежели чем, возможно, процессу просто обучения. И, конечно же, этот процесс образовательный и воспитательный связан неразрывно с историей церкви, с догматами церкви. Это не значит, что ребенка, пришедшего в эту школу, заставляют одевать черный платок или черную юбку. Нет. Это простые уроки, такие, как мы видим в расписании обычной школы. И математика, и русский, и все-все те предметы с необходимой расчесовкой в неделю, которые есть в обычной школе. Просто там, если это праздник какой-то, то, конечно же, он включает в себя какую-то информацию, которую необходимо донести до детей в доступной форме относительно благотворительности, милосердия. То есть всего тому, чему учит церковь. Поэтому на выходе, через 11 лет, ребенок получает и хорошее воспитание, потому что во многих православных школах и гимназиях еще есть такие предметы, как этика, эстетика, даже обучение танцам. То есть здесь, конечно же, традиция дореволюционных гимназий пытается сохраняться. К сожалению, не у всех есть такие возможности, но там, где такие возможности есть, даже такие предметы, как танцы, тоже входят в учебный процесс. И по факту, вот если смотреть на результаты, то есть... Диплом государственного образца, да, по итогам 11 лет? Каждая гимназия и школа имеет лицензию, аккредитацию, имеет право выдавать собственный документ государственного образца. Повторюсь, преподавание ведется по вглазским программам. И если смотреть на результаты, то, конечно, результаты неплохие, потому что православная гимназия Светоч в этом году дала 4 золотых медалиста Одинцовскому району и 4 стубальника. То же самое... А выпускалось сколько из нее человеку? В 11 классе был в этом году выпуск 10 человек, из которых четверо были золотыми медалистами. То есть к половине приближалось? Ну, 40%, да, скажем так. Конечно, классы, возможно, там менее наполнены, чем в муниципальных школах, но, тем не менее, результат очень неплохой. И наши выпускники также принимали участие в бале медалистов, их также поздравляли. Поэтому, в большом счете, вот те школы православные, которые сейчас есть в Одинцовском благочении, они очень тесно не только сотрудничают с муниципальным образованием, но практически они входят в систему муниципального образования. Поэтому здесь нет... Если раньше, возможно, людей пугало, что такое православная школа или гимназия, то сейчас люди к этому относятся очень хорошо, и они, если желают, да, они могут отдать своего ребенка. А есть ли свободные места, скажем, в этих школах? Потому что, я так понимаю, если выпуск из 10 человек, то товар выпускники таких школ, ну, в кавычках, штучный, да? Штучный такой производитель. Вы знаете, конечно же, вот, исходя из определенной традиции, из практики, мы стараемся в православной школе не набирать класса более чем 16-18 человек. И мы имеем такую возможность... Но у вас, наверное, не по прописке принимают детей, как муниципальные образователи учреждения? Да, принимают не по прописке, у нас принимают детей по рекомендации духовника того храма, в который ходят и родитель, и ребенок. Вот это является необходимым условием, что... Воцерковление, скажем так, и ребенок, и родитель. Семья должна быть воцерковленной. Почему? Потому что, конечно же, есть, безусловно, школа в Москве миссионерской направленности, где берут детей не только из воцерковленных семей. Но вот в нашей пока традиции это брать детей из семей воцерковленных. Для того, чтобы создается определенный костяк, да? Чтобы та среда, которая есть в любой школе, тот дух, он не терялся. Поэтому и приходящие новые воспитанники православной гимназии, они уже и сами втягиваются в этот процесс, да? И старшие классы дают им возможность вот напитаться тем духом, который... Через которое они уже прошли, скажем так. Батюшка, у нас есть телефонный звонок от телезрителя. Предлагаю ответить, а потом продолжить нашу беседу. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, и задавайте ваш вопрос нашему гостю. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, Екатерининский храм будет у нас строиться в Одинцове все-таки? Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Елена, я хожу в Георгиевский храм много лет. Ну, как он только построился, примерно столько же и хожу. И вот собирались пожертвования на этот храм на нашей стране, восьмой микрорайон. Вроде собирались строить... Здесь вот у нас, где милиция, сосинки тут, детская площадка. Потом вроде бы решили, что нет. Сказали, что будут коммуникации переносить. А потом как-то все, и никакой информации нет. Все-таки будет это строительство у нас как-то? Или не будет вообще? Спасибо за ваш вопрос, Елена. Ну, тем... Вообще строительство... Постоянно возникает вопрос строительства храма в восьмом микрорайоне. И я думаю, что это действительно вопрос на протяжении многих лет остающийся очень. Вы знаете, вот у нас есть два острых вопроса относительно строительства храмов в городе Одинцово. Это Трехгорка и храм в восьмом микрорайоне. Скажу вам совершенно откровенно, что вопросы эти очень сложные, потому что приходится находить место уже в застроенном микрорайоне. Тем более там ИСУ-155 поработал еще в последние годы. К сожалению, да, это не всегда легко. И вот, уважаемая Елена, хочу вам дать комментарий. Вот то место, которое было выбрано изначально для храма, к сожалению, оно не очень хорошо подходит. Во-первых, там две односторонних дороги. И если, предположим, парковаться людям будет негде. Если, предположим, даже человек приехал с ограниченными возможностями, поставил машину, просто следующая машина уже не может проехать. Там действительно проходит очень много коммуникаций. Там проходят и теплотрассы, и, возможно, силовые кабели. Поэтому вот именно сейчас, благодаря главе нашего района, Андре Робертовичу, изыскивается возможность построить этот храм Екатерининский в другом месте, где не пришлось бы затратить такие колоссальные средства на перенос коммуникаций и на другие подготовительные работы. И вот... Есть уже какие-то варианты, которые можно хотя бы... Варианты именно в восьмом микрорайоне есть. И сейчас идут переговоры о предоставлении участка для строительства этого храма. Такая же ситуация сейчас и в Трехгорке. Тот храм, который там расположен, очень маленький, расположен, опять же, в глубине застройки, непосредственно рядом с парковкой. И, конечно же, опять же, под этим местом проходит большое количество коммуникаций, о которых, к сожалению, выделяет участок, никто не знал. Поэтому, опять же, идет вопрос о том, чтобы предоставить для строительства православного храма новое место. И мы находимся практически в ежедневном режиме, этот вопрос решаем. И там сейчас назначен новый настоятель этого храма Екатерининского, отец Игорь Смертин, клирик Покровского храма села Акулова. Вот те средства, которые вы собирали, собирали прихожане, они находятся на расчетном счету, это можно очень легко проверить. И они сейчас аккумулируются для того, чтобы... То есть, спор продолжается, да? ...хотя бы на них была возможность провести подготовительную работу. А есть ли проект уже, батюшка? Проект есть. Есть даже не один проект, а есть проект большого храма, примерно на 800 человек. Есть проект храма чуть поменьше, есть тот проект, который было бы можно реализовать вот на том старом месте, где вот эти две дороги. Но тот храм, который можно было построить вот на этом старом месте, пытаясь каким-то образом вот его поставить мимо коммуникации, он храм всего на 30-50 человек. По факту это часовня, да. И мы понимаем, что построив этот храм... Никаких вопросов решения не было. ...через очень короткий период времени мы столкнемся с той же проблемой, что люди не смогут войти просто в двери нового храма. Поэтому, конечно же, в восьмом микрорайон нужен большой, просторный храм, где могли бы прийти и пожилые люди, где будет предусмотрено все для того, чтобы была безбарьерная среда, чтобы люди могли прийти с колясками. То есть максимально сделать все то, что сделано в Георгиевском соборе, когда человек практически безбарьерно может прийти в храм, когда в большие праздники все-таки есть возможность для того, чтобы стоять спокойно, чтобы тебя никто не толкал, чтобы действительно была возможность дышать воздухом, потому что, к сожалению, при большом скоплении народа очень трудно это бывает делать. И работа эта ведется, но не все зависит от нас. Поэтому еще раз повторю, что работа продолжается, и она не прекращалась ни на один день практически. Но не все, повторюсь, зависит от нас, или даже от муниципальной власти, потому что есть участки, которые принадлежат собственникам, находящиеся в собственности, есть участки, которые находятся в аренде. И, конечно, здесь приходится вести переговоры и нам, и главе Одинцовского района для того, чтобы кто-то или уступил свой участок, или была возможность... Обмена какой-то. ...изыскана для обмена. Поэтому все эти вопросы находятся на контроле у главы, в том числе, и мы стараемся их решить. И я думаю, что мы близки к тому, чтобы найти достойное место для храма в восьмом микрорайоне. Да, я слышал в разговорах со строителями о том, что само строительство – это самое простое, что есть в строительстве, а самое главное – предварительные все подготовительные работы, выбор места, коммуникации и так далее. Ну, вы знаете, очень хорошо, что люди такие вопросы задают. Значит, действительно, уже назрела острая необходимость в этом храме. Потому что храм просто поставить стены – это еще, знаете, даже не полдела, а, наверное, там, одна треть дела. Необходимо, чтобы этот храм насыщался приходской жизнью. Если такие активные люди, как Елена, они интересуются этим вопросом, значит, действительно, этот вопрос важен для жителей восьмого микрорайона. Значит, мы двигаемся в правильном направлении, добиваясь того, чтобы храм в этом микрорайоне был. Ну что ж, батюшка, спасибо за ответ на вопрос нашего телезрителя. Ну, а мы вернемся к вопросу образования. Ну, вот вы рассказали о том, как происходит отбор учеников в православные учебные заведения средние. Ну, я думаю, что в этих учебных заведениях вопроса школьной дисциплины не существует как такового. Наверное, он изначально решен. А вот что касается обычных общеобразовательных школ и даже детских садов, да, очень часто приходится слышать сетование современных педагогов на то, что невозможно заставить детей учиться, да, что дети потеряли к учебе интерес, что дисциплина падает. Как вообще вот пробудить можно, да, у современного поколения, поколение там гаджетов, телевизора и так далее, других не самых, наверное, правильных вещей, да, как у них пробудить интерес к знаниям. Есть ли какие-то заветные технологии, может быть, которыми церковь обладает, и могла бы поделиться, да, чтобы привить детям вкус к учебе? Знаете, вы сказали, что у нас вопрос из дисциплины не стоит в православных школах. Я предположил, я не утверждал. Поверьте мне, вопросы с дисциплиной тоже у нас стоят, стоят подчас остро. Но что всегда радует, что если эти вопросы возникают, то в действиях детей никогда нет злобы, никогда нет гнева, раздражительности, каких-то отрицательных качеств, да, они могут шалить, как любые дети, они могут бегать по коридорам. Есть такое хорошее слово «озорничать», да? Да. Они могут, безусловно, все это делать, но они никогда не сделают что-то, что влечет за собой какую-то негативную реакцию другого человека. Безусловно, какие-то случаются эксцессы, да, скажем так, и, наверное, это нормально. Мы не воспитываем роботов, мы воспитываем полноценных граждан, полноценных, скажем так, жителей. Дети радуются жизни, это естественно. Конечно, это нормально. Когда ребенок рад, когда он бегает, это нормально. Но он должен понимать, что всему свое время. Есть время для отдыха, есть время для развлечений, но есть время и для того, чтобы получить неопределенные знания. И, конечно же, вот эта воспитательная составляющая, которая в большей степени развита в православных школах, она дает возможность научить ребенка не просто воспринимать те знания, которые ему даются, а делать это правильно. Помимо того, что можно научить человека что-то делать, если он это будет делать, скажем так, без сердца, а просто пользоваться одним своим разумом, то, как правило, да, результата хорошего не будет. Можно, наверное, любого ребенка попробовать научить и сделать так, чтобы он сдал любой экзамен на 100 баллов. Но, к сожалению, все эти знания будут в его разуме храниться очень недолго, потому что помимо того, что он получает знания, он должен уметь ими пользоваться, этими знаниями. Поэтому особое значение в православной школе придается именно этому – научить ребенка пользоваться знаниями, научить ребенка правильно воспринимать эти знания. И тогда, конечно же, результат, как правило, бывает очень хороший. Безусловно, опять же, мы все по-разному от Бога одарены. Кто-то имеет большую склонность к математике, кто-то имеет большую склонность к гуманитарным дисциплинам. Но это уже, как правило, заслуга и задача для учителей, которые должны вовремя понять, к чему ребенок больше тяготеет. И, соответственно, пытаться развивать именно это в нем. Не перекладывая просто развитие именно в эту сторону, а, может быть, дать материалу чуть больше. Потом, понимаете, дело все в том, что, как правило, в православных школах работают учителя тоже верующиеся. Они регулярно участвуют в богослужениях. Они очень хорошо знают особенность детей, потому что являются еще и профессионалами своего дела. И вот это все вместе дает им возможность не просто делать это ради какого-то рейтинга, а делать это по совести. А если мы что-то делаем по совести, то это, как правило, дает результат намного больше, нежели чем мы что-то делаем из-за страха. Поэтому, как можно сказать, что никакого здесь секрета нет. И, конечно же, мы всегда радуемся, когда православные школы и гимназии отмечают. И в этом году они были отмечены. И, конечно же, для нас это очень приятно. Но, мне кажется, конечно же, еще мы проводим работу и с родителями, что тоже немаловажно. Мы всегда им говорим о том, что мы пытаемся помогать вам воспитывать вашего ребенка первую половину дня, а вторую половину дня вы воспитываете, и вы помогаете уже нам воспитывать вашего ребенка. И вот эта взаимная помощь в воспитании чада, она, конечно же, опять же, дает результаты. Ну и, конечно же, мы стараемся, чтобы влияние, как вы сказали, гаджетов и всего прочего было минимальным на детей, чтобы оно не отвлекало их от учебного процесса. Потому что для того, чтобы минимизировать все эти вопросы, у нас дети, предположим, это просьба родителей. Сделайте так, чтобы наши дети сдавали телефоны, приходя в школу. Вот у каждого класса есть свои ячейки, они-то сдают телефоны. Они могут после урока эти телефоны взять, позвонить родителям, если это необходимо. Но, как правило, вы знаете, как мы наблюдаем и видим, что такой, как правило, нет у них необходимости. То есть, если у тебя телефон в руке, то ты все равно что-то там нажмешь, куда-то там посмотришь. Если у тебя в руке его нет, то ты будешь им пользоваться исключительно только для того, для чего он предназначен, как средство связи. Поэтому вот здесь иногда просто не стоит давать такую, наверное, не то что свободу, свободу ребенку давать, безусловно, надо. Но вот такую... Ну и вседозволенность. Да, вседозволенность, конечно же, быть не должно. Вот, поэтому секретов нет. Надо просто любить детей, заниматься тем делом, которое нравится. Я думаю, вот в этом, наверное, есть залог успеха. Батюшка, у нас не так много времени остается, поэтому мне бы хотелось задать вопрос, который мне неоднократно задавали наши телезрители в, скажем так, в паузах между нашими программами. Вопрос касается предстоящих 9 сентября выборов, ну, не собственно их, да, а отношение церкви к избирательному светскому процессу, к выборам. В частности, да, ведь у нас церковь отдельно государство, отдельно выборы, это государственное дело, да, а церковь, может быть, живет там параллельно, в параллельной реальности, не касаясь этих выборов. Вообще, будут ли батюшки, священники нашего Одинцовского благочения призывать свою паству идти на выборы, голосовать? Или церковь равнодушна к этому процессу, ну, в обществе происходящему? В нескольких словах об этом. Вы знаете, ну, по закону, да, действительно, церковь отделена от государства. Но те люди, которые приходят в храмы, они являются гражданами Российской Федерации, и они имеют право на выбор, и они так же, как и любой гражданин Российской Федерации, принадлежащий другой конфессии, или, может быть, совершенно человек неверующий, участвуют в выборах. Мы должны понимать, что человек верующий – это человек с активной гражданской позицией. А именно эту активную гражданскую позицию мы и выражаем, приходя на избирательные участки и голосуя за того или иного кандидата. Церковь действительно не агитирует, никогда не агитировала за того или иного кандидата. Но выразить свое желание, выразить свое право церковь всегда призывала. Поэтому я думаю, что будет правильно, если любой человек, придя в воскресный день в храм, пойдет после этого на избирательный участок и проголосует, отдав свой голос за того кандидата, за которого имеет желание проголосовать, и считает, что именно этот кандидат будет достойным кандидатом на тот или иной пост. Ну что ж, все понятно. Батюшка, ну и теперь в заключение передачи ваше обычное какое-то, может быть, пастырское обращение к нашей теле, аудитории, возможно, связанное с началом нового учебного года, возможно, с предстоящими выборами. На ваше усмотрение. Конечно же, хочется всех поздравить с наступающим учебным годом. И хочется пожелать, чтобы не только дети чему-то научились в этом текущем учебном году, но чтобы научились и их родители. Чтобы родители поняли, что они нужны своим детям, чтобы они научились их, возможно, больше любить, больше уделять им времени. Просто быть более благосклонными порой к своему ребенку. Ну а, конечно же, детям желаю, чтобы та любовь, которую они проявляют своим родителям, она росла, чтобы она крепла. И я думаю, что это и будет залогом правильного процесса воспитания, если родители будут как можно больше уделять времени своим детям, а дети будут слушаться своих родителей и также проявлять к ним любовь и уважение. Ну что ж, благодарю. Благодарю, Батюшка, за то, что согласились сегодня прийти к нам в студию. Ответили на вопросы, которые, я думаю, в канун Дня знаний волнуют очень многих и детей, и родителей. Я думаю, что это было не бесполезно для нашей телеаудитории. Спасибо. Спасибо. Я напоминаю, что гостем нашей сегодняшней передачи был благочинный церкви Одинцовского округа Московской епархии священник Игорь Нагайцев. Ну что ж, до встречи с Батюшкой в этой же самой студии в конце сентября. Я надеюсь, ничто этой встрече не помешает. Всего доброго. На этом мы с вами прощаемся. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»